Лужи в ноябре звучит, конечно, несколько непривычно, и все же все мы стали свидетелями потепления в начале ноября. И дождя, который словно бы намекнул нам, что рано еще прятать осенние сапоги, да и вообще, можно достать и резиновые. Один дождливый день, и город превратился в большую лужу. Причины тому две. И первая – ямы. Дороги приводятся в порядок, но пока темпы ремонта невысоки. Но там, где даже положен новый асфальт, есть места, напоминающие мелкие речушки. Машины едут по ним, грозя окатить пешеходов. Ведь ливневые стойки по пальцам пересчитать можно. Что же говорить о дворах? Там ливневками и не пахнет. Вот видите, что я делаю? Тут вообще в этом районе виден, что у этого дома не пройдешь. Что здесь вот то же самое? Кругом одни лужи у нас. Как говорится, лицо моют, а остальное... В Жуковском проезде можно смело тренировать координацию движений. Детям это удается запросто. Слава богу, бордюры есть. Взрослые могут только позавидовать юному поколению. Вам пришлось идти по лужам? Ну, пришлось и не раз. Так что дорога, грязь. Может быть, тут, как внучка или внучка, научиться так же по бордюрам лихом прыгать? Да придется. Если ничего не изменится, то придется. Пошли. Но так запросто шагать по лужам я бы не осмелилась. Неизвестно, насколько они глубоки. Захватив с собой линейку, мы измерили одну тихую заводь во дворе Жуковского 4. 15 сантиметров. Но это еще мелочи. Видали и шире, и глубже. Но автомобиль, поставленный на тротуар, не перепрыгнешь. На Петровске съездите, пожалуйста, посмотрите, какой там сейчас ремонт. Там лужи по колено. Там, между прочим, от Черняховска до Петровска к остановке не подойти. Действительно, еще пару дождливых дней, и Петровский уйдет под воду. Ведь здесь ливневые стоки и вовсе не предусмотрены. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Продолжение следует...